Добрый день, друзья! С вами снова Александр Винокодов, преподаватель по духовым инструментам. И вы видите у меня в руках два инструмента, блокфлейта и квирфлейта. И сегодняшнее видео я записал для моей ученицы Рут, которая у меня долгое время занимается несколько лет на инструменте блокфлейта. И сейчас ей купили инструмент квирфлейта или продольная флейта. И я думаю, что так же будет интересно моим подписчикам, которые хотят перейти с инструмента блокфлейта на такой инструмент. И у них какой-то может быть страх, непонимание, а как же я буду? Ведь на этом инструменте только дырочки, а видите на флейте уже клапана, и она получается длиннее, и как нужно ее держать. И возникает очень много вопросов, как нужно дышать. И сегодня я постараюсь показать первое занятие, которое я уже дал Рут, и она в течение недели осваивает эти упражнения. И также будет интересно моим подписчикам, которые могут также самостоятельно это сделать. Ничего сложного в этом нет, важна методика. Я войдольский педагог, поэтому самое главное для меня это обучить моего ученика так, чтобы у него был интерес и результат уже был с первого урока. У меня много учеников, я живу в Берлине, и зачастую ко мне приходят взрослые ученики, у них есть цель поступить в какой-то небольшой ансамбль, или какой-то, может быть, оркестр при церкви, и они хотят научиться играть на инструменте кверфлейта, потому что это инструмент, который часто используется. Итак, давайте начнем с того, что у нас есть с вами инструмент блокфлейта, на котором мы его так и должны играть, и так держать. И мы знаем, что вот такая позиция удобна для тех, кто занимается на блокфлейте. С чего же я начинаю обучать вас на кверфлейте? Видите, такой инструмент. И первое занятие, что я даю, я отнимаю вот эту часть, а флейт состоит из трех частей. Вот эта головка у нее, потом у нее вот такая часть, еще маленькая, и основная часть вот эта. И что самое главное, это наша постановка, да? И вот сейчас мы с вами посмотрим, как мы сделаем постановку. Вот мы берем с вами нашу головку, и тут видите, такая дырочка есть. Вот эта нижняя губа, она должна закрыть полотверстия, да? Дальше, чтобы сделать первый звук, мы закрываем ладонью, и берем вот такой указательный палец, чтобы оно можно так было крутить. Вот мы поставили, и пытаемся здесь звук. Самое главное, чтобы эта дырочка была в серединке, вот тут, да? Если она будет влево или вправо, звука не получится. И вот мы просто начинаем извлекать какой-то звук, и он нам не нравится. Тогда мы должны чуть-чуть подкрутить флейту. И мы сами ищем, ищем, какой звук у нас будет самый красивый. И поэтому мы, ощущение такое, да, нам чуть-чуть нужно или под себя, или на себя, индивидуально. И мы стараемся вот так делать. Более чистый звук. Теперь давайте с вами сделаем открытую дырочку, и другую сыграем звук. Видите, я чуть-чуть опустил вниз, и звук был более чистый. Вот я нашел правильную постановку, да? Теперь я снова закрываю дырочку. Открываю. Закрываю. И вот такое упражнение, когда я должен смотреть, чтобы на моя эта часть, головка, и вот так заниматься, чтобы уследить, какой должен быть у нас амбушюр, да, чтобы мышцы правильно стояли. Теперь давайте посмотрим на еще одну часть, да? Если мы с вами взяли, опять же, я сейчас объясняю для маленьких детей, которые пришли, и которым очень долго сложно держать флейту. Поэтому для них я делаю такое, значит, занятие первое, да? Когда мы... Кто-то уже у меня играл на блок-флейте, вот он так закрывал дырочки, да? И вот так они играют левая рука наверху. То же самое. Мы взяли сейчас флейту, да? Сняли с нее вот эту часть, да? Потому что сейчас она нам будет не нужна. И нам важно было дыхание с вами, и нам важно было аппликатуру, да? Пальцы. И вот для совсем маленьких детей, что я рекомендую, вот мы берем, значит, зажимаем тут большой палец, вот этот клапан, и тут нажимаем, значит, вот у нас первый клапан, да? Первый мы не нажимаем, а сюда нажимаем, и сюда. И это получается нотка Си. И дальше мы должны с вами, когда очень сложно, следующий палец через клапан закрыть. Потом еще. Вот мы левой рукой закрыли вот три клапана. Получается Си, Ля, Соль. Видите, это немножко неудобно. Если мы с вами сейчас это делаем так, то у нас совсем будет неудобно. Поэтому для детей, кто первый занимается, мы начинаем тренировать левую руку. Си, Ля, Соль. И обратно. Соль, Ля, Си. Очень важно, не смотреть на пальцы, да? Занимаемся перед зеркалом, и нам очень важна моторика. Закрываем пальцы. Допустим, я так придумал такая система, на блокшете тоже она. Я начинаю считать. Один, два, три. Потом обратно. Три, два, один. Вот это левая рука. Потом пропускаем с вами две дырочки. Видите? Пропустили, да? Две дырочки. И у нас пошла правая рука. Вот. Фа, Ми, Ре. Видите, у меня палец, как бы он должен идти дальше, да? Мизинец. Но я сейчас не поставил вам эту часть. На первом занятии это не нужно для меня. И поэтому мы с вами считаем. Один, два, три. Четыре, пять, шесть. Или же можно назвать ноты. Си, ля, соль, фа, ми, ре. Есть такой момент, что мы должны мизинцем нажимать. И держать мизинец, да? Но сейчас нам на первом занятии это не нужно, потому что мы не играем на инструменте, а мы только смотрим аппликатуру. Дальше в упражнении мы делаем так. Си, один, три, соль, си, соль. Потом ля, фа, соль, ми, фа, ре. И также идем вверх. Ре, фа, ми, соль. Фа, ля, соль, си. Это намного сложнее, потому что мы должны понимать, сколько пальцев нужно, допустим. От си нужно два пальца закрыть будет соль. От ля два пальца закрыть будет фа. От соль два пальца закрыть будет ми. И от фа два пальца закрыть будет ре. Это как бы мы плюс делаем. Если мы идем вверх, от ре два пальца убрать будет фа. И от ми два пальца убрать будет соль. От фа два пальца выбрать будет ля И от соль два пальца выбрать будет си Вот такие упражнения мы начинаем делать И дальше мы просто делаем упражнения по гамме Значит получается си, ля, соль, фа, ми, ре Ре, ми, фа, соль, ля, си Когда мы это научились делать Тогда нам уже удобно Если мы устали, мы отдыхаем И когда мы это научились делать Когда мы сможем закрытыми глазами сыграть Когда мы закрываем глаза И смотрим, стоим перед зеркалом И отвлекаемся только на наши пальцы На наши ощущения Тогда мы можем на втором занятии Поставить вот флейту Вот так флейту Конечно мы уже соединяем с вами Мы головку соединяем Мы ее соединили Вот она головка соединилась И тогда мы ставим флейту И начинаем издавать какой-то первый звук Видите, но у меня еще нет этой части Поэтому я тоже ее соединяю И уже мы будем пробовать по-настоящему На флейте Тогда нам нужно будет еще с вами мизинец И очень важно, чтобы вот это расстояние Вот эта дырочка совпала с этим С этими клапанами Чтобы если будет неровно, не будет звука И тогда мы можем сыграть уже первый звук Си И только левой рукой мы играем Си, ля, соль Вот три звука мы сыграли И потом мы играем обратно Соль, ля, си А потом мы играем, я показываю Си, соль Потом ля, фа И вот так, шаг за шаг Мы начинаем осваивать инструмент блокфлейта Что очень важно Важно дыхание, которое я даю на своих занятиях Важна аппликатура Позиция пальцев Это, конечно, я даю тем ребятам, с которыми я занимаюсь Или онлайн Или кто ко мне приходит в мою школу Вот Но все знания вы можете у меня также получить На моих консультациях Я даю уроки в скайпе Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал Спрашивайте меня Сдавайте мне вопросы Сегодня с вами был Александр Винокоров Преподаватель по духовым инструментам И сегодня был наш урок Это была подольная флейта